работа продолжается все пока идет хорошо термообработка прошла успешно я всегда напрягаюсь на термообработке всегда то есть что может вести может что-то там закосить там куда-то загнуть железку ну вот ты почистил тут окально такая была везде повсюду да хотел показать но как-то уже поздно было то есть окалина она отличается она вот здесь сыпется где вот здесь светлое место ведь вот и дострия будущего а здесь она хорошо держится это говорит о том что вот на этом на этой половине лезвия вот к острию до середины от острия до середины закалка больше причем больше где-то в районе двух единиц больше чем вот на бушке больше чем на эрле вот это нормально это так должно быть это правильно вот в общем то сейчас начну выводить то есть сначала по грязному опять ровнять после термообработки базарина нужно делать потом уже опять обдерут где-то какие-то неровности пятнышки там туда сюда и начнется долгая кропотная шлифовка погнали ну что ж делюсь результатом результат есть результат неплохой но но пошел таким путем сделал лезвие серебро как будто это вот такое вот матовая сатина еще и называют сатин почему это сделал остальное полирнул потому что тут есть на это причина начал смотреть что у меня себестоимость задерется и очень красиво ух ты на остреньку нехорошо тогда вот очень хорошо так и красиво задерется поэтому бритовки сразу станут недоступными и на этой почве как говорится я решил сделать вот такие вот тут все кругом полированное все полированное но с легкой такой вот вот здесь вот матовая такая легкая а вот лезвие она прям вот 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 давайте все покажу сейчас тут осталось всего лишь нарезать насечку не скажу что это быстро и просто но все делается это уже не такая работа за которой стоит там что-то здорово переживать везде принципе переживаю но тут как-то попроще вот такие вот клиночки хотел сказать что у них есть минус то что они залапываются но нет вот здесь вот раз отпечатка остался есть раз он исчезает поэтому не скажу что эти лезвие такие которые легко залапываются нет вот те же самые уголки он говорил закруглил закатал и сейчас иду делать насечку все насечка готова одел перчатки там уж кувыркать их очень неудобно и в перчатках кстати тоже потому что не острый вот такая вот насечка как тут показать то правильно вот параллельно хочу сказать клиники готовы кстати если кто-то что-то хочет от себя там добавить сказать там что-то очень буду рад выслушать любые там какие-то высказывания в адрес данной работы вот тут насечка классика дальше что еще хотел сказать давайте пока показываю насечку чтобы не было скучно а я вам скажу историю вчера звоню по объявлению на вито по поводу камушков это все кипишу не финишник интересен и в общем звоню не вот кому-то куда-то а звоню земляку может так сказать получается и в нижний новгород звоню а у него там всякие разные камни там он еще бритовки там установленные продает ну ладно гриба мол так и так добрый человек по камушкам сориентируйте ну мне туда-сюда пятое-десятое то есть по камушкам особо разговора не вышло но понравилось то что он мне сразу сказал там про один который мне приглянулся что камушек такой не финишник пред финишник и это здорово то есть вот тут все хорошо но вот насечка подлиннее опять же на любителя но и опять же чтобы они не были похожи друг на друга вот так это выглядит и что получается то не получается что-то все одновременно делать как у Юлии Цедари подустал просто как всегда я вам показываю все видео уже в таком мученном состоянии ну ладно проехали и вот и говорит он мне сразу такое предлагает вот в бритовки у меня можно прикупить я скидочку сделаю если там у меня вот камушек возьмешь и разговор пошел 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 и он начал сразу мне как-то говорить что мол а все бритвы кривые французы кривые англичане кривые русские кривые а вот японцы прямо вот тютелька в тютельку прямо какие ровные прямо вот офигеть какие ровные ну ладно а я говорю какие русские а он говорит да все ну может наверное не знает что еще есть русские бритвы новые а не может он имел в виду какие-то еще пример трудвача но трудвача кривая это если ширпотреба да встречаются кривые естественно само собой должно быть где там их валом валили прям горстями а вот примеру вариант уже такие более подарочным которые там уже пример подарок например называлась бритва гравюра это в каком месте они там кривые то то есть ты их видел ты их в руках держал вот так хотелось ему сказать но я человек сдержанный я не буду там ругаться доказывать что-то еще мне просто интересно что люди говорят вот и что я его спрашиваю потом спустя какое-то время чтобы он подзабылся говорю а вот бритвки какие можете предложить японские у меня японские бритвы есть приехали поняли в чем смысл все бритвы плохие японские хорошие а почему потому что они у меня есть на продаже то есть я готов наложить на каждого а не буду выражаться что и как но только бы продвинуть то что то есть впарить я так сказал это впаривание называется это не продвижение впарить то что у него есть вот когда у него закончатся японские бритвы будут пример англичане он скажет ой все кривые англичане самые ровные самые лучшие и самая лучшая сталь как он не сказал про японцев примеру я не буду спорить что японцы плохие они делают такие варианты у них есть даже интересные но что они там сверх естественные нет у меня тоже не сверх естественные меня тоже где-то есть какие-то косячки мне тоже где-то есть что-то не идеально по-всякому бывает естественно но зачем вот так вот да я очень у меня и очередной раз очередной человек вот так вот как бы немного так душа так пода расстроил Он меня обидит, не обидит никогда. Я понимаю, что он бритву никогда не держал в руках, вообще даже нормальную бритву, судя по тому, что там есть. Мои бритвы он явно, только если видел, может быть, и то на картинках, и то не факт, что он их видел. Поэтому о чем тут с ним разговаривать, правильно? Но так я уже про себя слышу не первый раз и не второй раз. То есть даже именно про себя. Вот тут он не имел именно меня в виду, а вот в предыдущих звонках, где-то я там разговаривал, а, ну, что-то там, а я типа дурачок такой, вот спрашиваю, интересуюсь. Даже не вздумай, брать, даже не вздумай. Ой, никакие кривые, плохие, неправильные, все дела. Это про мои уже, когда говорят. Блин, ты ее даже если в руках держал, ты со мной так же скажешь. Если даже она у тебя самый лучший, номер один, бритва, ты все равно скажешь, что она плохая, потому что тебе нужно впарить свое, извиняюсь за выражение, фу-фло. Почему фу-фло? Да потому что у таких людей не может быть что-то правильное. То есть, если у них отношение такое к людям, отношение к жизни такое, то они даже восстановить не смогут так, как положено, как должно быть. Вот в чем дело. Ну, ладно, не будем заканчивать на грустной ноте. Пошли-ка они все лесом, правильно? Вот, я не обижаюсь и никому не советую. Но так, к сведению, к сведению. Просто если вам мозги промывают, значит, у них есть что вам впарить. А я что хотел сказать. По клиночкам жду, жду, то есть, ваших, ваше мнение. То есть, что вы скажете, как вам вообще работа, что где-то там может лучше добавить или убавить, или что-то где-то я не так, может, по-вашему, сделал. Обязательно жду в комментариях. Всегда читаю. Стараюсь далеко от компьютера не ходить, чтобы вовремя прочитать. Дальше. С оправами. Оправы хочется поставить не кость. Это, во-первых, что хочется. Во-вторых, у меня нет такой кости, такого размера. Это два. Даже если мне захотелось, то мне уже не светит этот момент. Дальше. Там всякие вот такие вот фигнюльки, там тоже мне не светят, они тоже в размер не убираются. Но у меня под эти бритвы уже давным-давно лежат заготовки. Вот такие вот заготовки. Одна, вернее, такая заготовка. Вот такие там даже уже все черчено. Очень давно лежат. Ждут именно вот такие вот модельки. Как бы... Вот еще тут нарисовано, может, видно будет. Думаю, будет видно. Это мне на мониторчике не видно. А на видео все нормально. Вот, зерикод будет обязательно под нее. Тут уже запилен. Так, так, так. Эбена не будет. Да. Вот смотрю. Вот еще зерикод, зерикод. Эбена нет. Вот оправки под них вот такой вот формы будут. Ну, потом они, конечно же, перерастут в чего-то большее, но изначально так шли. А во время работы я, опять же, как говорится, трулю в сторону, как бы, и сделаю так, как надо. Вот с такими модельками бритвок, это Дамаск, там уже, в принципе, ничего нет. Можно продолжать делать. Тем более, у меня вот такие вот заготовки, ну, вот чуть-чуть прям больше, как раз прям под эти модельки. У меня еще есть заготовки. Буду с ними работать. Опять добавлять кость, конечно, для таких вот вариантов. Вот еще есть на несколько бритв. Это уже не может не радовать. До свидания. Увидимся, услышимся. Ну, и спишемся, конечно же. Пока.